Твери И похищение человека с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя. Следственного комитета избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантов задерживали при участии бойцов СОБР, Росгвардия. Ваша фамилия, имя, отчество? Росгвардия, Слава. По версии следствия, в июле 2020 года трое обвиняемых и иные неустановленные лица, находясь на территории СНТ Светлой, применили по отношению к потерпевшему насилие, потребовав от последнего передачи им 5 миллионов 500 тысяч рублей. Кроме того, в июле 2021 года двое обвиняемых и иные неустановленные лица в районе деревни Шалайково Калининского района похитили человека, применяя в отношении потерпевшего насилие и предметы, используемые в качестве оружия, с целью принуждения последнего к самооговору и оговору иных лиц в совершении поджогов автотранспортных средств на территории города Твери. Потерпевшему удалось убежать от похитителей и скрыться. Посмотрите внимательно. Если вы пострадали от преступных действий этих людей, либо владеете информацией об их противоправной деятельности, срочно обратитесь в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. Город Тверь, улица Вакжаново, 15. Внимание! С 17 апреля по 1 мая в Урской межрегиональной природоохранной прокуратурой проводится горячая линия по вопросам исполнения законодательства об охране и использовании лесов. Прокуратуру интересует информация о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, незаконных рубках, фактах незаконной регистрации древесины, о захламрении лесов отходами и иных нарушениях лесного законодательства. Обращения принимаются по указанным телефонам, а также на сайте Волжской прокуратуры, на едином портале природоохранной прокуратуры в разделе «Обращения в прокуратуру». Продолжение следует...